Для того, чтобы порвать ахиллово сухожилие и потерять возможность передвигаться на полгода, не обязательно быть суперспортсменом. Вы можете травмироваться просто тупо подскользнувшись на лестнице или получив удар сзади по ахиллу во время того, пока вы топчетесь в давке в метро. В этом ролике мы разберемся, что поможет вам максимально быстро восстановиться, если вы повредили ахилл, самое мощное сухожилие в вашем организме. Это не колит, сиди про спа. После берлинского марафона, в котором я и Таш принимали участие, кстати, ролик вот здесь вот можно посмотреть, если вы не видели, он прикольный, я вернулся домой с больным ахиллом, немного переусердствовал с ударной нагрузкой. Ахилл я уже вылечил, но решил рассказать вам, насколько это серьезная травма, во что она может выльется, если на нее забивать, что провоцирует эту травму, а также поделиться интересным фактом о том, как доктор Диджованни решил специально порвать себе ахиллово сухожилие и сделал в итоге случайно крутое медицинское открытие. Одно из самых распространенных травм у бегунов – это повреждение ахиллово сухожилия. Травмы ахиллы нередки среди начинающих бегунов, а также профессиональных спортсменов. Ни к тем, ни к другим я себя отнести не могу, но все же меня это коснулось. Ахиллово сухожилие, как его еще называют пяточное сухожилие, прикрепляет икроножную мышцу к пяточной кости. Благодаря ахиллу человек может совершать прыжки, бегать, вставать на носочки. Это сухожилие – одно из самых крепких. Оно способно выдержать нагрузку на разрыв в 400 килограмм, но при этом является самым часто травмируемым. Про историю с разрывом ахилла чуть позже. Вполне возможно, кто-то из вас в данный момент мучается от боли в ахилле, но уверен, что само собой пройдет. Давайте выясним, какие варианты травм ахиллы бывают. Выделяют два основных состояния – тенденит и тенденоз. Тенденит – это и всегда будет такое воспалительное окончание, да, там гастрит, пульпит, да, что-то воспалилось. То есть тенденоз – это состояние уже после нескольких таких вот острых воспалений ахилла, обычно 5-6, ахилл начинает как бы стареть. То есть изнашиваться, в нем начинают образовываться очень неправильного вида коллагеновый волк, на который перестают нормально удерживать нагрузку. Почему нужно знать разницу? Потому что оба этих заболевания лечат по-разному. И если перепутать лечение, можно наломать дров. Что вы почувствуете, если словили воспаление ахиллового сухожилия? Ну, первое и самое явное – это проявляющиеся болевые ощущения в щиколотке, как правило, ближе к пятке. Иногда может сопровождаться легкой припухлостью и покраснением кожи. И если при тендените у нас в основном боль происходит от воспаления, то есть там он красный, отечный, горячий, то при тенденозе боль уже происходит не из-за того, что происходит воспаление, а из-за того, что те волокна, которые, так скажем, новообразованные в ахилле, да, тенденозный ахилл, он становится толстый. То есть, с одной стороны, он толстый, а с другой стороны, он плохо держит удар. У меня это место начало ныть на следующий день, после марафона. Особенно была заметна боль при переходе из состояния покоя в движение. Я сразу обратился к доктору за консультацией, понимая, что вся эта петрушка может перерасти в серьезные проблемы со здоровьем. А я очень люблю бегать. Полтора недели длилось восстановление моего ахилла, который заболел после марафона. В течение порядка 10-12 дней я прикладывал лед, мазал специальными мазями с бешеным содержанием деклофинака. Буквально через 10 дней я подключил физическое упражнение. После этого я попробовал побегать, оказалось все вроде как бы окей. Проверил на длительной 16-километровой тренировке, тоже было все окей. Могу сказать следующее, когда начинает болеть ахилл, ты чувствуешь свою просто беспомощность перед своим физическим состоянием. Почему воспаляется ахилл? Тенденит это в первую очередь патология из серии оверюзов, то есть патология избыточного использования тканей. То есть когда вы слишком много дали, чаще всего ударной нагрузки на ткань, и она по каким-то причинам, вместо того, чтобы адаптироваться к этой нагрузке и стать мощнее, прочнее и толще, уходит в воспалительный процесс. Хочется напомнить любителям пробежать полумарафон с дивана, рекомендуется наращивать беговые объемы не более чем на 10% в неделю. Это, кстати, один из главных доводов обзавестись квалифицированным тренером. Он не даст вам получить травму и поможет эффективнее прогрессировать. Чаще всего это слишком быстрый прибавки объема, это большой объем скоростных тренировок, это скоростные тренировки под уклоном вниз, это плохая растяжка и, соответственно, плохое восстановление между тренировками. Но, пожалуй, самая главная причина травмы у любителей – это игнорирование первых симптомов. Часто бегуны, особенно начинающие, стараются не замечать ноющих болей, объясняя их обычной усталостью или болью с непривычки. И даже если опухает и болит ахилл, не спешат обращаться к доктору, пытаясь самостоятельно применять разогревающие или обезболивающие мази. Вот тут-то и может случиться неприятность, если вы сами у себя решили диагностировать тенденит и выбрали лечение. Почему неприятность? Потому что при тенденозе, например, лечение совершенно иное. То есть лечение тенденита воспалительного процесса сухожилий заключается в том, чтобы уменьшить воспалительный процесс. Лечение тенденита и тенденоза очень-очень разное. То есть тенденит – это острый воспалительный процесс, который лечится, как и любой воспалительный процесс. То есть мы накладываем холод для того, чтобы убрать отек и прибавить кровотока в этом месте. Причем, что очень важно, что лечит не сама заморозка, а именно процесс разморозки То есть на моменте, когда мы прикладываем лед, сосуды суживаются Когда мы убираем лед, происходит гиперреакция, и сосуды расширяются Осечная жидкость дренируется, и кровоток приходит снова к сухожилию И, соответственно, второй момент – это противовоспалительные мази и гелия Причем желательно брать гелия с концентрацию действующего вещества по деглофенаку около 5% То есть если 1%, 1,5%, 5% будут лучше снимать воспалительный процесс, если мазать им 2 раза в день А при тенденозе вам нужно, наоборот, налегать на стимулирование фибропластов Это такие клетки, которые выполняют восстановительную функцию при повреждении ткани И производство коллагена Главное, что надо помнить, что хронический тенденоз вылечить быстро не получится Обычно восстановление происходит от 3 до 6 месяцев А еще финалочкой может быть разрыв сухожилия Если лечить неправильно, тут, как вы понимаете, вы еще дальше от своих беговых тренировок К чему я веду? Само может и пройдет, но риск есть надолго выйти из тренировочного процесса Тенденоз лечится в классическом хирургическом подходе при помощи операции Истекаются дегенерированные части Могут переподшиваться ахилл, может даже ставиться какие-то импланты Но благодаря доктору Диджавани произошел прорыв А случилось это так Большую революцию в этом сделал хирург Диджавани Который сам был, собственно, бегуном И у него была такая большая проблема Его болел ахилл И он пришел на работу к своим же хирургам Говорит, ребята, сделайте мне операцию, я хочу дальше бегать А они тогда, как, знаешь, как сейчас, в принципе, все врачи отвечают Ходить больно? Ходить не больно Бегать больно? Ну, не бегай Ну, его такая ситуация не устроила Он пошел в спортзал и решил порвать ахиллова сухожилия Для того, чтобы они ему уже точно сделали операцию Вот, он взял штангу, положился на плечи Встал на небольшую ступенечку И начал под весом штанги продавливать пятку вниз Как бы на растяжку икры для того, чтобы разорвать ахилл У него возникла боль, он подотек Но не порвался На следующий день он снова пришел в зал И решил дорвать уже ахилл Взял снова вес, снова начал делать Снова была небольшая боль Но боль уже была меньше, чем в прошлый раз Он немножко удивился, как бы думает, странно Ахилл должен уже дорываться, а как-то все не дорывается И так, через пару недель попыток порвать свой ахилл Он понял, что он перестал болеть Вот, и он попробовал пробежаться И, в общем-то, и боль при беге стала резко меньше После чего он сделал исследование И оказалось, что его ахилл полностью восстановился Вот, после этого, конечно, он подумал, что Какое-то чудеса Взял пациентов, которые у него были Собственно, в ожидании операции на ахилл И всем дал подобные упражнения Соответственно, в большинстве случаев Произошло извлечение ахиллового сухожилия Под нагрузкой Дело в том, что, как я уже говорил В ахилле образуются при тенденозе Неправильные волокна Которые не могут выдерживать вертикальную нагрузку И когда мы даем такую вертикальную нагрузку Эти волокна потихонечку начинают рваться А потом, под условием того, что мы продолжаем делать эти упражнения Они начинают замещаться правильными волокнами С правильной ориентацией коллагена Которые уже могут выдерживать нагрузки И, соответственно, при вот таких упражнениях В течение 5-7 недель Максимум до 12 недель Может происходить полное восстановление ахиллового сухожилия Уже безоперационным путем Выводы Если стало что-то ныть или болеть после бега Не ленитесь, сходите к врачу Как показывает практика, само не пройдет В будущем вылезет и наделает кучу проблем Если у вас регулярно болит ахилл Надо проанализировать, из-за чего это происходит Ну и если вас отправили в больницу под нож Что вполне вероятно при тенденозе ахиллового сухожилия Знаете, в Европе, в Америке и кое-где, кстати, в России Уже давно решают эту проблему Менее агрессивным вмешательством в организм Важный совет, который хотел озвучить Это не соглашаться на уколы дипроспана Или других противовоспалительных гормонов В области ахиллового сухожилия Дело в том, что это очень популярный сейчас метод лечения Соответственно, ортопеды его очень любят Почему? Потому что после введения противовоспалительных гормонов В область сухожилия Воспаление проходит через 6-8 часов полностью Но проблема в том, что сам дипроспан И другие гормональные препараты Просто дипроспан – самое частое средство Они ослабляют структуру сухожилия И ослабляют структуру кости Где входит сухожилие в кость Образуют там очаги локального остеопороза И очень часто, если это просто человек, который не занимается спортом Он может этого не заметить Но у спортсменов в результате введения таких препаратов Очень часто бывают полные разрывы ахиллового сухожилия С потом очень неприятными восстановительными операциями Не игнорируйте разминку, до тренировки и заминку после Укрепляйте голеностоп и не скипуйте ОФП Будьте здоровы! Чмоки! КОНЕЦ